Орлёнок Весь день будут проведены тематические площадки и творческие выступления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы вы никогда не знали это страшное слово «война» и узнавали о ней только из книг. Мне очень бы хотелось, чтобы каждый из вас запомнил вот этот исторический факт, когда от мала до велика одна страна сопротивлялась четыре года и победила. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слава Павшим и живым! От души спасибо им! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы собрали всех-всех-всех ребят, взрослых партнёров. На нашу звёздную площадь, чтобы вместе ещё раз проимитировать момент победы. У нас не было таких сегодня скорбных речей. Было всё очень радостно, весело. Нам хотелось, чтобы ребята прочувствовали, что такое праздновать национальный праздник. Общая радость – это примерно то, чего чувствовали наши бойцы, солдаты и командиры в День Победы. Можете представлять, каково было ощущение, когда человек побил этот поисковый. Празднования продолжаются на тематических площадках. Они работают весь день. Их проводят как орлята и специалисты центра, так и гости Орлёнка. Так школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани» организовал в День Победы выставку памяти 9-й Краснодарской пластунской дивизии. Взяв в руки винтовку, дети понимают, каково было тяжело бегать по горам с этой винтовкой. С учётом того, что это не просто винтовка, а у тебя ещё боеприпасы. То есть, в принципе, они изучают документы, да, там лежит распорядок дня, на котором видно, что у солдата было чётко всё прописано. Они понимают, каково это – ходить по горам, это как вот это всё было, да. И они всё это понимают. И, в принципе, уже на войну они смотрят другими глазами. На выставке представлены находки времён войны. Это карты, документы, предметы быта, а также каски, оружие и снаряжение немецкой и советской армии. Всё это было найдено в Обширонском районе, на территории Краснодарского края. Держать оружие тех времён было очень интересно. Мне не хочется, чтобы повторялось это страшное событие, война. И я думаю, что наше новое поколение, наше поколение юно-армейцы, мы должны защищать свою Родину, как защищали её наши деды. А в детских лагерях в это время орлята узнают о героях России и Советского Союза, знакомятся с их биографиями и подвигами. На каждой точке мальчишки и девчонки выполняют задания, где проверяют полученные знания. Наша страна всегда славилась своими военачальниками. От маршала Жукова до Барклайды Толли. На нашей точке мы рассказываем ребятам биографию одного из полководцев. Потом ребята слушают биографию и составляют кроссворды, и собирают пазлы. Я считаю, что ребята должны знать героев нашей Родины. Я являюсь поисковиком, и мне нужно, мне просто необходимо знать историю нашей Родины, потому что, живя в России, нужно знать, кто и когда защищал твою Родину, и за кого, благодаря кому ты живёшь. В тяжёлые годы войны с лишениями и тяготами помогала справляться песня. Также много музыкальных творений создано в честь Великой Победы. Их исполняют участники инклюзивной программы «Импульс творчества» и орлята пятой смены. Также они подготовили большой праздничный концерт «Тебе победа». Здесь юные артисты исполняют музыкальные и танцевальные номера, читают стихи, выступают с инсценированными песнями. Мне довелось принять участие в этом празднике, в этой череде праздников, собственно говоря, увидеть замечательный митинг, который проходил на площади, читать стихи, которые, я думаю, многих тронули за душу, в том числе и меня, когда выбирал его данное стихотворение. Хочется пожелать всем мира в этот вообще день, в принципе, мира над головой, чтобы все жили в дружбе и согласии, и чтобы всё было хорошо. Ещё одну тематическую площадку подготовили участники программы «Дорога к победе». На интерактивной выставке они представляют исследовательские проекты. Экспоненты посвящены истории военно-морского флота, оборонительной операции города-героя Туапсе в годы Великой Отечественной войны, а также подвигам освободителей Родины. Это пробуждает какой-то патриотизм, вы себе не представляете. Мы здесь на протяжении всей нашей смены, которая называется «Дорога к победе» 2019-й весна. Мы приехали сюда, и мы изучаем всё это. Это настолько интересно, и мы погружаемся в этот мир, который был когда-то, и мы познаём его, и мы хотим поделиться с другими то, что мы знаем сейчас. Мы хотим, чтобы они знали точно то же самое. Акция «Бессмертный полк» в Орлёнке проводится пятый раз. Это шествие самое массовое за всё время. В нём участвует одновременно 1431 человек. Все они несут портреты своих предков, которые защищали Родину на полях Великой Отечественной войны. Прабабушка Клетчикова, Анна Ильинична, довозила снаряды, а обратно возила раненых. Ну, имеется награду. Селезнёв Алексей Матвеевич – мой прадед. Я его не застала, к сожалению. Он умер в 24-летнем возрасте. Это мой прадедушка. Он участвовал в Великой Отечественной войне. И в 43-м году был тяжело ранен в предплечье, из-за чего остался инвалидом. Его зовут Филипп Гаврилович. Это мой дедушка. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Гландаренко Семён Филиппович участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал на Втором Украинском фронте. Он был контужен и сильно ранен. Это Андрюшенко Илья Антонович, мой прадед. Он в Готовой Милов служил в Черноморском флоте. Николай Александрович, это мой прадедушка, участвовал в битвах на Белорусском фронте. Сатурлин Мурвалидин Елобединович, это мой прадедушка. Победу он встретил под Прагой. Бояров Павел Акимович, он мой прадедушка. Он воевал под Венгрией и получил золотую медаль за храбрость. Чтоб мир спасённый не забыл героев, Идёт, взорвав забвенье, тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем, Идёт опять сражаться за страну. Погибши души с нашими взрываясь, Волонь скипают прямо в облаках, В своих потомках снова возрождаясь, Течёт река бессмертного полка. Течёт река бессмертного полка. Праздник со слезами на глазах. Только в этот день люди испытывают совершенно противоречивые чувства. Невероятная благодарность и радость соседствуют со скорбью и печалью. И наш долг, как молодого поколения, Всегда хранить память о событиях тех страшных дней, Чтобы никогда не позволить повториться этому в будущем. С Днём Великой Победы! С Днём Великой Победы!